Десятки городов России и почти тысяча участников. Возраст от 5 до 75. Чемпионат Сочи и чемпионат Краснодарского края объединили любителей спортивного ориентирования со всей страны. 70-летний Николай Сетников и его друг, 75-летний Анатолий Попов из Белгорода, на открытый чемпионат Сочи приезжают каждый год. У нас народ очень много внимания уделяет своему желудку. А это занятие для здоровья и для души. А вы, наверное, много лет занимаетесь? Очень много. Мастер спорта. Бывший. А я подмастерник. На трассу выходили и новички, и профессионалы. Для каждой возрастной категории и в зависимости от уровня подготовки организаторы разработали отдельную карту. Трассу проложили вдоль ледовых дворцов и арен и неподалеку от трассы Формулы-1. Так что любители ориентирования смогли не просто принять участие в соревнованиях, но и познакомиться с достопримечательностями. В восторге и взрослые дети. Многие приехали в Сочи впервые и Олимпийский парк видели только по телевизору. Что касается Олимпийского парка, замечательное сооружение, замечательная погода, приятно, положительно, комфортно. Я думаю, что многие родители, дети отправили на эти соревнования еще с одной целью, чтобы дети ознакомились с Олимпийским парком, с достопримечательностями. Все-таки это наша история. Мне в Сочи нравится. Здесь хорошо. Здесь и Олимпийский огонь. И здесь и Сочи парк. Сегодня прокатились на велосипедах. Сегодня в первый день турнира прошел так называемый городской спринт. Завтра программа та же, только участники переместятся на розу хутор. А самым сложным для спортсменов станет заключительный третий день соревнований. В воскресенье участников ждет очень серьезное испытание, так называемый Сочинский марафон. Это очень длинная дистанция, очень сложная. Она пройдет в лесопарковой зоне Мацеста, Агура, Село Прогресса, Базинка, Хоста. Там будет настоящее ориентирование. И я думаю, что участникам не меньше понравится, чем такое городское ориентирование. Как отмечают организаторы, нынешние соревнования самые массовые по спортивному ориентированию в Сочи за последние 35 лет. Участников 940 человек, включая неоднократных чемпионов мира. А еще эти соревнования называют тестовыми. Ровно через год здесь же в Олимпийском парке пройдет чемпионат и первенство России.